Здравствуйте, поздравляем вас с победой. Какие у вас впечатления об этом матче? Что можете выделить? В первой половине, я думаю, мы начали немного нервничать. У нас есть несколько возможностей, но мы также потеряли пост. Было больше вверх и вниз, но в втором половине мы играли хорошо. И я думаю, что осталось играть в втором половине. В первом тайме мы немножко нервничали. В целом у нас были шансы, мы попали в штангу, были возможности, но все-таки нервозность присутствовала. В втором тайме мы прибавили и играли гораздо лучше. Ваш гол – это какая-то заготовка, потому что сначала должен был подавать Баркл, но сказали, что подавал Хесус. Вы готовы? Сетпися. Вы готовы? Нет, потому что у нас есть специальная связь. Я сказал, что я и Хесус, когда он прыгает, я всегда чувствую, что я могу победить гол и помогать команду. Да нет, ничего особенного. Когда была подача, я просто почувствовал, что хороший момент, чтобы забить гол, и я забил. Что за Станкович? Что может быть интересным, чтобы победить Стюмитович? Что ты говоришь о работе с Станковичом? Что-то интересное, что ты работаешь с ним? Он темпераментный тренер, с характером и менталитой. Он всегда хочет больше нас. В каждом матче и в каждом тренинге. Он спросил больше. Это тренер, что называется, с темпераментом, с характером. Он всегда говорит о том, насколько важна ментальность. Каждую тренировку это показывает, каждую тренировку это заряжает. На неделе была новость, что Александр Соболев отстранял тренировок с первой командой. Как ты узнал об этой новости и вообще, что думаешь об этом? Я не замерзал тренировку с первой командой. Я не помню. Сержант, были ли это новости, что тобой интересует Салин Текас? Что-то об этом, знаешь, и я не помню. Я играем Спартака, я не хочу комментировать слухи. Что за жест был после гола? Что это было для моего сына? Это было для моего сына. Но, может быть, объясните и аудитории, чтобы он понял не только сына. Это как М, вы знаете, для моего сына Михайло. И, вы знаете, первое слово его имени. Это просто буква М, потому что моего сына зовут Михайло. Это первая буква его имени. Сегодня Гальди забил первый гол. Как ты считаешь, сколько он способен еще забить? Я не знаю, сколько игроков Хивир сказал, но он хороший игрок. И, как я уже говорил, это об адаптации новой лиги, новые команды. Новые вещи в России или в Нидерландии. И, конечно, он нужен время. Он хороший игрок, мы знаем это. Я уверен, что он будет получать много игроков. Ну, я до этого говорил. Мне кажется, Гальди хорош. Да, понятно, адаптация, новая лига, новая страна. Новые вещи, которым надо научиться. Российский чемпионат и голландский чемпионат – это не то же самое. Но я уверен, что он забьет в «Спартаке» еще много-много голов. Мы сегодня увидели Барко, как ты оценил его дебют. И реально он настолько хорош. Барко все хорошо, да? Да, он очень хорошо. Он взял удар от первого и второго и первого минуты. Он взял ответственность. Он хочет удар. И он показал его характер в первом матче. Главные игроки. И если он играет так, он будет помогать нам много. Да, он действительно хорош. Он с первых минут взял мяч. Он берет на себя ответственность. И если он продолжит в том же духе, будет очень круто. Он является ли Барко тем игроком, который у вас протоконного дала в мяч чемпионства? Вы думаете, что Барко – это игрок, который в «Спартаке» считает чемпионатом? Я не знаю. Эта вопроса не для меня. Но я могу предупредить, что мы будем бороться до последнего матча. И мы должны думать в путь по путь и путь по путь. Никакой другой. Эта вопрос не совсем ко мне. Я могу сказать, что мы будем бороться в каждом матче. Шаг за шагом. В каждом матче надо побеждать. Александр, что поменялось в победе с Бартака? Потому что в Вадиме Бурге было много прокрученных контратак. Также с Динамо. Тростисты еще много пускали за спину. Семен такого не было. Что поменялось в Броне? Я не могу сравнить, потому что мы считаем много спешей. Потому что, вы знаете, за нашим боком. Сейчас в этом матче мы остались лучше. Позитивно. И, вы понимаете, мы остановили эти контратаки. И, вы понимаете, мы пережили в последний матч. Ну, действительно, мы пропускали атаки. Пускали заскану. Да. Было так правильно. Сейчас, мне кажется, мы сделали правильный выбор. После того, что... Вы видите ситуацию по тому, как прошли первые два тура? Что в России есть одна команда, с которой невозможно бороться? Вне зависимости от того, кто может побороться в Спартаке. Другая команда. Что есть одна команда вне конкуренции. Есть одна команда в России, которая является высоким классом. Он говорит о Зените. Да, я знаю. Я не хочу поговорить об этом. Мы играем против Зенита. И мы увидим, где мы живем. Давайте так. Я сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем против Зенита. И после этого матча мы увидим, где мы есть. Но он считает, что именно по Зениту Спартак должен на уровень уверять. Просто такие качели немножко. Оренбург вообще безнадежность была. Сегодня второй тайм. Просто блеск. Где Спартак настоящий? Я не люблю. Я не люблю сравнивать нашим командам с другими командами. Мы большим командами в России. Я согласен. И мы должны быть лучше и лучше. Но мы также новым командам. И новым командам. И тактические вещи. И я не знаю. Мы увидим. Мы должны идти по-другому. И мы увидим нашим прогнозам в каждом матче. Я не хочу сравнивать с кем-либо. Ну понятно, что мы самый большой клуб в России. Величайший клуб. Но если говорить о команде, то мы сейчас новая команда. С новым тренером, который ищет свою игру. Есть какие-то тактические вещи, о которых можно говорить. Но давайте опять же смотреть матч за матчем. От игры к игре. И мы увидим, где что-то. Когда мы можем говорить о подлинной оценке Спартака. И о оценке перспектив. Сколько туров должно пройти. Чтобы мы сказали, за что Спартак реально может бороться. Что я не знаю. Я не знаю. В Оренбурге мы видим один фейс, но не хороший фейс. Но сегодня мы полностью изменим эту фейс. И мы играли намного лучше, чем в первом матче. Я надеюсь, что мы можем играть в следующем матче. Мы должны играть в следующем матче. Каким образом. Для Спартак, мы должны играть в следующем матче. Нет, ничего другого. Я не знаю. Потому что вы сами сказали. В Оренбурге это была одна команда. Сейчас другая. Мы должны играть так, как сегодня. Во втором тайме. Мы должны играть хорошо. У нас нет другого. Он играл на Евро. И наверняка мы видели, как мгновенно принимаются решения с точки зрения ВАР. Да. Вот сегодня у него не было злости. Как долго принимаются решения. Очень... Вы играли в Евро. И вы видели, что, например, в Евро ВАР очень быстрый и очень быстрый. В сравнении с сегодняшней ситуацией. Ты не грустный, что два минуты... Уже было замерзнуть даже в такую погоду. Нет, потому что, знаешь, у арфейка взял немного время, чтобы решить. Он не хочет... ...экстерить это сразу быстро. Он взял немного время и решил, как думал. Но для меня это не важно. Потому что в экстракте, он играет на этот момент, что вы используете на войну. Да нет, на самом деле ничего я здесь не вижу, ничего криминального. Да, судья понадобилось время, чтобы разобраться, он не хотел торопиться, он хотел принять правильное решение, это не так важно, потому что можно, если что, в компенсированное время, эти потраченные минуты отыграть. А сколько сложно вам привыкнуть к новой линии обороны, высокой линии обороны, высокому прессингу? Прессинга, это сложно для вас играть в этой фенции. Ну, конечно, это не легко играть, когда вы играете в высокую прессию, но если мы в хорошей позиции, то это гораздо легче для всех из нас, потому что если один ошибся, то у нас будет много проблем, у нас будет много проблем. Ну, не просто, конечно, здесь важно, что называется, выполнять все требования, если кто-то ошибется, можно допустить серьезную ошибку, но это современный футбол. Коллеги, дайте еще вопрос. Слышали, как болельщики скандировали вашу фамилию? Вы слышали, что фанаты спрашивают твой имя? Да, я слышал, и я очень радуюсь, как я говорил раньше, что я могу больше мотивировать каждый игрок, и я хочу играть гораздо лучше каждый игрок, потому что фанаты, которые получают это. Смысл, конечно, да, после моего забитого мяча, очень неблагодарен и рад, когда такое происходит, потому что мы играем для наших болельщиков. Спасибо большое, удачи! Спасибо! Спасибо! Спасибо!